И мы продолжаем создавать образ. Мы продолжаем. Ян, на каком этапе сейчас? Ну, мы сейчас создали такие фактурные, здесь облезшие участки кожи, немножко их, с помощью специального грима, немножко их затонировали красным, как будто у нас там кожа красненькая, кровавая. Сейчас мы будем делать такой завершающий этап, но тоже очень интересный. Мы будем делать след от выстрела, то есть дырка от пули такая, и такая грязная губа с какой-нибудь болячкой такой, с кровавой. Что для этого нужно? Для этого уже на губе я покажу вам, как создавать какие-то рельефы, неровности и раны с помощью подручных материалов. То есть мы возьмем обыкновенную вату, кусочки ваты, это будет у нас основа материала. Возьмем клей, который, в принципе, можно поискать клей для накладных ресниц, он тоже подойдет, который можно использовать для кожи. В крайнем случае можно использовать медицинский клей BF6, который у нас в аптеке продается, вот для каких-то ранок, для заклеивания. И вот рядом область вокруг губ я намазываю клеем и приклеиваю специальную такую, ну обычную вату неровными комочками, пускай она вот торчит, ничего страшного. Это будет у нас такой вот неровный рельеф, она потом вся еще пригладится. Вот главное, смотрите, чтобы губы не склеились у вас. Вот, то есть вот это у нас будет такая рана. Еще немножко ее сюда продлим. А на лбу мы будем делать место вот от выстрела. Вата у нас пока сохнет, параллельно я делаю другую рану. Я тоже использую средство специальное, которое, в принципе, похоже по своей консистенции на резиновый клей. То есть тоже такой же клей для накладных ресниц, его можно использовать, когда под рукой ничего нет. То есть мы создаем сейчас вот место такого шрама, да, нам нужно создать глубину, поэтому с помощью клея я делаю такое круглое, будет у нас здесь отверстие. Вот, наносим его таким хорошим слоем, он быстро сохнет у нас, потом будем накладывать грим. Ну а сколько, к примеру, должно быть пройти времени, да, чтобы высохнуть? Ну, нужно проверять здесь на ощупь. То есть если у вас уже не липнет ничего к пальцам, тогда мы уже видим, что она подсохла. Создаем такие неровные немножко края. Вот, это будет основа, потом мы это затонируем, и будет какой-то рельеф, выступ на коже. Как что здесь, что и здесь. То есть здесь, конечно, нужны вот все эти рельефы. Дальше мы внутри этого рельефа также возьмем вату и немножко приклеим комочки этой ваты, чтобы так же было неровно, а были какие-то вот маленькие такие комочки, чтобы они нам давали потом рельеф интересный. Когда покроем все это гримом, будет смотреться уже свет-тень, когда играет на ранее, она смотрится более натурально, чем просто нарисовать ее на плоскости. Конечно, если вы художник, и вы обладаете вот таким способностью рисовать, то, в принципе, очень красиво также смотрится нарисованный грим художественный, когда все это вот прям рано создается, рисуется глубина, но это нужно именно уметь рисовать. Дальше я пока возвращаюсь к нашей губе. Мы ее немножко затонируем красный цвет, такой темно-красный, красно-коричневый. Покрасим ее, да, вот тонируем, и грим, он у нас жирненький, он нашу вату прижимает, она уже не будет похожа на вату, она будет просто как какой-то такой неровный рельеф. Края обязательно размазываем. Здесь промакиваем ее спонжем. Яна, расскажи, где ты училась гриму вот таким навыком? Ну, я училась, конечно, в очень такой хорошей школе, в школе гримеров на Ленфильме в Санкт-Петербурге, то есть там довольно долго обучалась. И здесь, конечно, у нас в России таких сильных школ по гриму, это вот Мосфильм, Ленфильм, где вот основы, где преподают уже мастера такие, которые бывшие гримеры вот в советских фильмах работали многих, снимали, и сейчас они преподают. То есть это очень интересно, когда они делятся своим опытом, когда рассказывают какие-то сюжеты, которые были у них на съемках фильмов, вот, какие-то такие прям методы, способы грима у них прям вот самые азы. То есть очень интересно, конечно, было учиться, интересно заниматься этим, связывать это со своей профессией, так как визаж и грим — это две такие граничащие области. То есть если ты знаешь какие-то знания из одной области, они могут пригодиться в другой. Вообще это как бы довольно интересно. Также помогает очень опыт умения рисовать, когда вот чувствуешь, знаешь, там, свет, тень, там, форму лица, какие-то цвета, да, вот, колористику, основы цвета тоже это все помогает в профессии. Но это не значит, что тем, кто не занимается, да, художеством, тому не дано. На самом деле вот очень много даже визажистов мировых известных есть, которые вообще нигде не, у них нет образования, они даже на визажисты не учились. То есть, ну, однако… Просто дано. Лидеры, да, звезды, и вот очень… Так что, если душа лежит к этому, то нужно идти вперед и делать, заниматься этим. Так, дальше мы наносим внутри раны тоже покраснение. А саму рану вокруг вот этот рельеф нам нужно затонировать под нашу кожу. Кожа у нас здесь белая, да, мы здесь белый добавляем. Чтобы показать углубление, нам нужно помимо красного использовать черный цвет. Там, где участки черного, там у нас рана глубже, соответственно. Значит, мы в самый центр еще возьмем, нанесем немножко черного. Вот у нас такой интересный рельеф получится. Красненьким краям. И черным немного внутри. Далее у нас будет здесь место, откуда мы пустим кровь. Еще самое интересное впереди. Здесь тоже пока вот в таком состоянии мы оставляем вот эту рану. И мы будем использовать искусственную кровь. В принципе, в городе у нас ее можно найти. В таких вот баночках она продается. Это имитация крови. Она абсолютно безвредна для кожи. На вкус она даже довольно приятная. То есть она сделана, ну, с использованием, когда во рту мы какие-то раны делаем, ее можно, ничего страшного, если она в рот попадет. То есть пить, конечно, ее не советую, как подражать вампирам. Ну, в принципе, все материалы, которые используются, они все не вредные для кожи. Они безопасные. Они специально созданы для этого. Я вам сейчас еще в конце покажу очень такой страшный, интересный прием. Просто у многих еще остался стереотип, да, если грим, то... Ну, грим, он специально рассчитан. У многих есть стереотип, что грим в плане косметики, он вредный. Но из косметики на самом деле там тоже есть много чего интересного такого. Сейчас я добавляю кровь такую довольно густую. А в конце уже можно добавить жидкую кровь, которая будет стекать такой тонкой струйкой. И создавать этот вот именно... Добавим эффект. Да, эффект впечатлять. Пока-таки немножко основы делаем здесь и вот здесь. У нас на губе. Мы добавляем побольше такой вот темной крови на центр. И светлая кровь у нас будет уже наружу. Стекать. Да, такой эффект, как будто зомби только что позавтракал. Она должна быть обязательно темная, потому что когда вот алый красный прям цвет, яркий, такая кровь, она смотрится неестественно. Вот кровь, которая именно уже эффект засохшей, запекшейся крови, она должна быть темной. То есть если вы используете грим, то нужно красный смешать с черным цветом обязательно. А если кровь свежая, она должна быть такого уже алого цвета, яркого. Так. Ну и... Подходим к завершающему этапу. Подходим к завершающему этапу, да. Кровь мы добавим уже в самом конце. Сейчас я хочу немножко волосы изменить, чтобы они тоже не выглядели такими живыми. Существуют специальные спреи для волос, которые окрашивают волосы. Но они буквально окрашивают их на один раз. То есть смываются водой очень легко. Поэтому мы сейчас используем такой спрей белого цвета. Вот. И немножко распылим его на волосы. Волосы приобретают такую тоже неестественную окраску. Мы распределяем его неравномерно пятнами, наоборот, чтобы у нас такой он был. Цвет волос уже будет такой неживой. Ну и, конечно же, волосы злохматить. Не завидую потом оператору. Отмывается это легко? Отмывается очень легко, да. Вот в спреи буквально за одно мытье он сразу весь полностью отмывается водой. Ну вот такой неживой цвет. Ну, я думаю, достаточно. И самый такой последний завершающий этап. Но красочный. Да, но красочный. Это использование искусственной крови. То есть та, которая уже жидкая кровь. Ее можно очень эффектно получается, когда кровь стекает на одежду. Потому что на одежде она потом остается. И в целом образ зомби или какого-нибудь такого вампира, он будет эффектный вот именно за счет использования этой жидкой крови. Берем ее кисточкой. И чтобы создать струйку крови, нужно позволить ей стекать самостоятельно. То есть так, как она сама течет, мы ее не останавливаем, не препятствуем. Только можно направить куда-то эту струйку. Вот немножко раз. Чтобы она, например, у нас здесь огибала бровь. Вот. И довольно красочно получается. И пускай она течет сама, чтобы это было максимально естественно. То есть вот ждем такого завершения. Немножко можно вот так и повести. Это у нас будет след от пули. Ну и немножко добавим здесь. На самом деле, мне кажется, можно еще и работать, работать, да? Доброзом, как можно добавлять, фантазировать. Есть вот сложный грим, в котором используются деформации лица. То есть пластика, другой нос меняется, подбородок рельефный, какие-то наросты на лице и так далее. Вот такой грим мы тоже делаем. Но это уже нужно времени не менее двух-трех часов на создание. Здесь у нас такой получился зомби, которого убили, и он восстал. Ну, одежду, в принципе, запачкать можно для эффекта такого красочного. Сейчас попробуем. Вот такими вот брызгами, какими-то беспорядочными. Это уже как кровь от жертвы. Я думаю, что на Хэллоуин такие футболки самые актуальные. Причем вот эти вот брызги крови можно создать с помощью краски обычной. Акварель берете, она вот с водой разводится очень хорошо. От штанов отстирывается. Можно создать пятна крови, то есть следы от пальцев. Вот такие тоже жертвы. Жертва цеплялась за жизнь. Да. Вот и все это у нас остается вот так вот. И в завершении, чем еще удивить, да? Ну, это уже такие профессиональные секреты, профессиональные тонкости, да. Я думаю, что такого вещества у нас здесь в продаже вы не найдете, но мы добавим такие специальные капли для глаз красного цвета, то есть которые имитируют налитые кровью в глаза. Это уже вам для интереса показать. Они абсолютно безвредны. Это капли специально для глаз. Никакого дискомфорта вы не почувствуете. Взгляд наверх. Мы аккуратненько их. И в другую сторону. Второй глаз. И в другую сторону взгляд. Посмотреть. Закрыть глаза. И глазами посмотреть разные стороны закрытыми. Закрыть. И разные стороны вверх, вниз, вправо, внизу. Ну и наш образ, я думаю, готов на сегодня. Да, эффект потрясающий. В таком образе мы тебя еще не видели. Оператор. Я думаю, нам нужно уже бежать. Да. Перевоплотился. Итак, наш образ готов. Если вы увидите зомби с камерой, не пугайтесь, это оператор восьмого канала. Дим, как ощущения? Супер. Прекрасно. Ян, спасибо, что пришли, провели мастер-класс. Я думаю, что в этом году в ночные клубы будут переполнены зомби, посмотрев наш эфир. Пожалуйста, да. Сегодня мы говорили о мистическом празднике Хэллоуин и создавали мистический образ. Это было время говорить. Спасибо за внимание и увидимся на восьмом. Хэллоуин и создавали мастер-класс. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок